Девушки отдыхают Девочки, ну чего вы постоянно правду выбираете? Действия же гораздо веселее получаются! Помните, как Саше в прошлый раз пришлось носить курицу на голове, и она потом никак от него уходить не хотела? А Бася выпала весь день не говорить, а только петь! И мы потом в правилах искали, нельзя ли это задание как-нибудь отменить! Да и вообще за всё время только одно дурацкое задание было, когда мне целый час молчать пришлось! Поприветствовать первого встречного словами Здравствуйте, ваше сиятельство! Сегодня вы прекрасны как никогда! Ха-ха! Это хорошее задание! Лучше, чем до вечера ходить спиной вперёд! Это смотря какой первой встречный попадётся! Здравствуйте, ваше сиятельство! Сегодня вы прекрасны как никогда! Чего? Ладик, да ты не пугайся! Это мы в игру новую играем! Называется «Правда или действие»! Очень классное! Давай с нами! Всё очень просто! Вот карточки, на них написано задание, ты вытягиваешь карточку и должен это задание выполнить! Но можешь и не выполнять, конечно! Но тогда должен ответить правду на вообще любой вопрос от другого игрока! Правда супер! Нет уж, спасибо! В игры для малюток я не играю! Ну, Владик! Ну, давай хотя бы разочек! Хм! Да он просто боится! Это я-то боюсь? Ну да, боишься? Я ничего не боюсь, колючка! Давайте свои карточки! Весь день ходить утячей походкой и периодически крякать! Что? Что? Я крякать не буду! И не надейтесь! Давайте ваш вопрос! Эм, Владик! Я вот тебя давно спросить хотела! Как тебе удалось сбежать из волшебной тюрьмы? Наверное, здорово было после стольких лет в тюрьме в нашем мире оказаться! Что? Здорово? Да я такого натерпелся! Довольно быстро я понял, что сбежать из тюрьмы невозможно! И был уверен, что уже никогда оттуда не выберусь! Но вдруг, спустя 300 лет со мной связался Повелитель и предложил сделку! Он поможет мне сбежать, а я за это должен добыть для него ключи! И самое главное, как только я принесу Повелителю ключи, он вернет мне мой истинный облик! Конечно же, я согласился! Но все пошло совсем не так! Я шел в гостиницу, сверяясь с полученной от Повелителя картой! И тут какие-то люди узнали меня и попытались задержать! Еле удалось вырваться! Я понял, что ходить по улицам в облике рыцаря небезопасно! И решил принять какой-то более современный вид, чтобы не выделяться из толпы! И мне пришлось целых полчаса разносить еду как к какому-нибудь простому слуге! Но вот, наконец, я добрался до гостиницы! И тут же, совершенно внезапно, попал в темницу! Но когда сообщил, что работаю на Повелителя, меня сразу выпустили! Испугались! Попасть в комнату тоже было непросто, но... Я подсмотрел, как волшебник, живущий по соседству, воспользовался магическим ключом! Волшебники тут, как я понял, были частыми гостями! Я даже нашел в ванной артефакт, явно забытый воздушным маном! Внимательно все осмотрев, я начал изучать свитки Повелителя! И тут оказалось, что часть я потерял! Ах, я был в замешательстве! В комнате было черное зеркало! И я попытался связаться по нему с Повелителем! Но получилось связаться только с какой-то неизвестной женщиной, которая делала вид, что вообще меня не слышит! Пришлось возвращаться на улицу! Потерянные свитки я так и не нашел, а на обратном пути к тому же заблудился! И вместо гостиницы вышел к какому-то волшебному городу! Но и там связаться с Повелителем не удалось! Зеркала оказались какими-то бракованными! И у темных магов никакой информации не выяснил! Даже ковер-самолет оказался каким-то недоделанным! И летал только по кругу! А чего стоили ужасные железные колесницы? В общем, дорогу до гостиницы пришлось искать полночи! Я сидел и не знал, что делать! Я был просто в отчаянии! Я даже воскликнул, ну и как мне добраться до библиотеки? И тут случилось чудо! Сидящий рядом маг показал мне в свое волшебное зеркальце дорогу! В общем, прилетел я в библиотеку и еще неделю оттуда не показывался, пока этот ваш прогресс весь не изучил! Да, вот это приключение! Ага, впечатляет! А хочешь, Владик, я тебе на день рождения артефакт воздушного мага подарю! Зря смеешься, колючка! Посмотрел бы я на тебя, если бы ты в мои древние времена попала! Да нет, без косметики, нарядов, кафе и салонов красоты Варечке бы там точно не понравилось! Снежка! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова